Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Линия правды». От уровня качества предоставляемых государственных услуг зависит уровень удовлетворенности граждан и, по большому счету, восприятие населением самой сути государства. Как полномочный орган контролирует работу в этом направлении? Какие требования предъявляются сейчас работникам госслужбы? На это и другие вопросы нам от сегодня ответит гость нашей студии, руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Акмолинской области Берген Бесполинов. Здравствуйте, Берген Морадович! Здравствуйте! Берген Морадович, расскажите, пожалуйста, повлияла ли эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, на качество оказания государственных услуг в регионе? Безусловно, в условиях карантина, в условиях ограничений появилась необходимость оказания услуг, не посещая государственные органы, как мы говорим, в удаленном формате. Поэтому работа госорганов, она была перестроена, допустим, в ЦОНе появилась возможность получения цифровых подписей без посещения самого ЦОНа, соответственно, и мы фиксируем рост услуг в электронном формате. Так, в прошлом году общее количество услуг в электронном формате составило 94%. То есть, сегодня налицо то, что наши граждане стали активнее пользоваться порталом электронных услуг. Вместе с тем, сегодня большое внимание уделяется вопросу популяризации портала ЕГОВ, получения услуг, не посещая госорганы. Это через призму обучения наших граждан, изменение формата работы всех учреждений, которые оказывают услуги. Например, сегодня специалисты ЦОНов оказывают видеоконсультации посредством телефонной связи. Сегодня для получения услуг в самом госоргане, либо в ЦОНе, допускается бронирование очереди онлайн заранее. Вместе с тем, я полагаю, что в условиях как раз-таки карантина, пандемии коронавируса, наш госаппарат стал более оперативным, он стал более гибким, он стал более клиента-ориентированным. Вот расскажите, пожалуйста, какова на сегодня статистика оказана государственных услуг по Акмолинской области? За последние 10 лет в этом направлении сделана, я считаю, очень большая работа. Во-первых, налицо рост услуг, которые сегодня оказывают услугодатели. Если первый реестровый услуг составлял порядка 100 видов услуг, то сегодня порядка 700. То есть, сегодня мы говорим о том, что наши услуги оказываются в порядке регламента и стандартов. Таким образом, в 2020 году, повторюсь, было оказано свыше 7 миллионов услуг. Из них большая часть, а это порядка 94%, оказано в литовом формате. То есть, когда наши граждане получают услуги, не посещая государственные органы. В этом году такая же динамика. То есть, налицо рост услуг в литовом формате. И я об этом уже говорил, то, что когда мы максимально переведем формат электронный, когда наши граждане будут получать услуги оперативно, быстро, не посещая госорганы, наверное, это задача любого госоргана. То есть, это и подотчетность госорганов, это и качество, это и комфортность. Вот таким образом, какими способами на сегодняшний день наиболее удобнее для населения получать государственные услуги? Если опираться на статистику, то, конечно, сегодня наиболее популярный вид получения услуг – это электронный. Сегодня это не только удобно, быстро, но это и безопасно. Для этого созданы все необходимые условия. Это возможности мобильного приложения GoFMobile, это возможности Telegram, и вот даже посмотреть последнее приложение Caspi, а также можно получить услуги через это приложение. Если брать, допустим, по примерам, ну вот, допустим, регистрация рождения ребенка. Ранее для этого необходимо было обращаться наночно в государственный орган для регистрации рождения. Сегодня достаточно СМС-сообщения, автоматически идет оформление регистрации рождения ребенка. Кроме того, эту услугу мы дали, развили, то есть она стала композитной. Когда одновременно при регистрации рождения ребенка автоматически подается заявление на выплату пособия, и автоматически подается заявление на постановку ребенка в большинство детских учреждений. То есть это называется композитная услуга. И сегодня вместо одной услуги мы одновременно оказываем ряд услуг. Сегодня тоже есть возможность получать услуги через одноразовый пароль СМС, когда мы можем все телефоны свои зарегистрировать в базе мобильных граждан через видеозвонок. Кроме того, важные условия и фактор это время оказания в госслуг. Сегодня есть услуги, где время ограничено конкретными минутами, либо часами. И ведется мониторинг за тем, чтобы данное время не нарушалось. Вот скажите, пожалуйста, каким образом определяется уровень удовлетворенности гражданами полученными услугами? Безусловно, для того, чтобы определить, насколько сегодня наши граждане довольны качественным показанием в госслуг, какими из-за проблемы необходимы наличие обратной связи. И в этом направлении агентством с целью определения объективного уровня удовлетворенности качественным показанием в госслуг ежеводно проводят сообщественный мониторинг, то есть разработанная методика, выработанные критерии, такие как качество, доступность, порядок оказания в госслуг, рассмотрение и обращение. Так, по итогам мониторинга, до 2020 года, где было охвачено порядка 9 тысяч человек, это каждый сельный пункт, наша Акмолинская область набрала максимальное количество баллов и сегодня находится в числе лидеров. Вместе с тем, данный анализ позволил нам выявить и ряд проваленных вопросов. которые требуют своего решения и дальнейшего роста. То есть мы опять же говорим о повышении клиентаориентированности, о повышении оперативности при оказании госслуг. Вот хотелось бы задать такой вопрос. Скажите, в каких случаях применяется отставка государственных служащих при совершении подчиненными коррупционных преступлений? Спасибо за вопрос. Очень вопрос, я считаю, актуальный, вопрос очень своевременный. Несомненно, важным условием, когда мы говорим вопросы превенции коррупции, вопросы противодействия коррупции, является политическая воля, наверное, и принципиальная позиция руководителя государственного органа. И не случайно глава государства подписал изменения в законодательство, где усилится ответственность руководителя за своих почтенных работников. То есть сегодня не только элемент наказания, но и элемент превенции является важным вопросом при противопрессии коррупции. Так введена ответственность руководителей за недлежащие исполнение своих обязанностей по превенции коррупции в системе госорганов. Кроме того, политические служащие подают в отставку в случае наличия приговора суда по отношению своих подчиненных. И также есть элемент ответственности руководителей, допустим, областных управлений департаментов за право-деправленные деяния их подчиненных. То есть мы говорим о солидарной ответственности. Вот есть такое понятие, конфликт интересов. Вот расскажите, что необходимо делать при его возникновении? Несомненно, работа каждого служащего регламентирована. Есть функциональные обязанности, есть должностные инструкции, есть права и обязанности. Но в то же время порой в практике возникает ситуация, когда появляется противоречие между надлежащим исполнением обязанностей госслужащего и его личной заинтересованностью. То есть это понятие сегодня четко регламентировано и имеет определение как конфликт интересов. Сегодня законодатель четко определил данное понятие, а также конкретные меры по предупреждению. Какие бывают примеры, когда возникает конфликт интересов? Допустим, решение конкурсной комиссии по назначению. Когда в составе конкурсной комиссии находится родственник одного из кандидатов. То есть налицо конфликт интересов. И данной комиссии он должен заявить о том, что эта ситуация противоречит исполнению его обязанностей. Либо другой пример, когда госслужащий какого-либо надзорного государственного органа проводит проверку в отношении предприятия, либо субъекта, который является ему родственником. То есть также ситуация противоречивая. В этом случае также необходимо своевременно информировать руководителя государственного органа об устранении данной ситуации. Скажите, сколько обращений поступило за возглавляемый вами департамент за истекший период текущего года? И сколько нарушений выявлено по итогам проверок? Тоже, я считаю, очень важный вопрос в работе любого госоргана – это работа с обращениями. Сегодня обращение позволяет нам выявлять недостатки в работе госорганов. А также это, своего рода, сигналы о порой бездействии, либо нарушении законодательства. Поэтому у нас есть очень жесткий подход к осмотрению обращений – это недопущение формализма, волокиты. Не случайно сегодня глава государства уделяет этому направлению особое внимание. Я говорю о концепции своего государства. И я бы хотел, опять же, процитировать слова президента, который обозначил, что каждый чиновник должен помнить, что он является частицей народа, работой для народа и среди народа. То есть не должно быть никаких барьеров между нашим обществом и аппаратом госсурочек. Поэтому работа с обращением требует не только знаний, но и порой чуткости к решению проблемы. То есть мы должны проникаться теми вопросами, которые ставит наш заявитель. А за каждым обращением – это чья-то судьба? Однозначно, да, это чья-то судьба, это какая-то проблема. Очень много обращений бывает в эфире земельных отношений, получения жилья, получения социальных услуг. И, конечно, хочется помочь каждому заявителю. Но, опять же, в рамках законодательства. Вместе с тем, допустим, в текущем периоде департаментом исполнилось порядка 50 обращений. Обращения касались как качества оказания госслуг, так и нарушения этики среди госсурочек. И по каждому обращению мы проводим проверку и даем принципиальную оценку деяниям тем или иным госсурочкам. И важный акцент в этом направлении – это не просто констатация факта, выявление нарушений, но и принятие мер по восстановлению прав наших граждан. Допустим, предоставление ссальных услуг, восстановление очереди и так далее. Вот такой большой вопрос хочу задать. Что вы можете сказать о качественном составе государственных служащих Акмолинской области? Важным условием, когда мы говорим об успехе реализации реформ государственных программ, конечно, составляет наш государственный аппарат, то есть наши госсурочи. Поэтому сегодня каждый госсурочий, независимо от ранга, независимо от должности, уровня, по сути является проводником государственной политики. Сегодня в нашей области работает порядка трех тысяч госсурочек. Это я говорю об Акимате области и подвенцах учреждений. По образованию большая часть, а это порядка 88%, имеют высшее образование. Но также среди госсурочек имеются выпускники программы БОВАШАК, Академии госуправления, а также госсурочек, которые имеют ученые степени. По статистике средний стаж составляет порядка 9 лет, возраст 40 лет. Но также по структуре порядка 18% это молодые специалисты в возрасте до 29 лет. Какие признаки современного госаппарата в Молинской области? Во-первых, это высокий уровень стабильности и низкий уровень сменяемости. То есть мы говорим о том, что у нас налицо реализация принципа меритократии, совершенствованных конкурсных процедур. И сегодня законодательство предусматривает максимальный принцип открытости при конкурсных решениях. То есть когда каждый кандидат должен быть спокоен, то что любое кадровое решение обусловлено в рамках закона. И опирается на конкретные итоги тестирования и собеседования. И сегодня каждый кандидат, который участвует в конкурсе, вправе привлечь для защиты прав независимого наблюдателя. Для того, чтобы видеть, насколько решения конкурсной комиссии объективны. Кроме того, сегодня есть новые формы, такие как в виде фиксации конкурсных процедур, такие как собеседование. Сегодня кандидаты также, которые живут, допустим, не в городе, как в Шитау, могут участвовать в конкурсах, не посещая. То есть нет необходимости тратиться посредственно видеосвязи и видеотанков. Глава государства Касамжуар Тахай в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия призывал искать новые таланты для государственных служб. В этой связи хотелось бы узнать, какая у вас проводится работа по привлечению граждан на государственную службу. Несомненно, в условиях внешних вызовов огромное значение имеет обновление системы госаппарата в госуправлении. Для этого нужны новые управленцы, то есть подготовленные, компетентные специалисты. И не случайно, наверное, задача любого руководителя госоргана – поиск и привлечение таких специалистов в ряды госаппарата. Сегодня поменялась тема отбора, я об этом уже выше говорил. Созданы максимально прозрачные и доступные условия для поступления и развития молодых специалистов, развития их потенциала. Конечно, это одно из важных направлений в работе департамента. Здесь нам помогают наши вузы. В каждом вузе мы создали курс молодого госурочного. Когда студенты выпускных курсов, обучаясь на последнем курсе, уже ознакомливаются с азами работы госаппарата, какие возникают правовые отношения, какие обязанности для будущих госурочных, как стать госурочным, как пройти конкурс. То есть все это мы уже говорим будущим выпускникам, для того, чтобы понять, насколько сегодня им это надо, и кто из них хочет стать госурочным. И эти курсы, они очень благотворно влияют, потому что мы видим, что на лицо интерес, когда бывшие студенты сегодня активно сейчас в конкурсах, а затем поступают в ряды госурочного. Очень важный момент – это инститива главного государства создания президентского молодежно-рекадового резерва. По сути, это уникальный социальный лифт, когда молодые специалисты, имеющие высшее образование, опыт работы, но многие из них не работают в системе госуправления, смогли участвовать в этом конкурсе и попасть в этот резерв. Таким образом, был создан костяк из молодых управленцев, порядка 300 человек, когда мы говорим по первому набору. Сегодня большая часть из них уже работает на самых высоких позициях. То есть это мы говорим об обновлении госаппарата. Это касается нашего региона, да? Да, в целом Казахстан. В целом Казахстане, да. Существует совет по этике. Вот расскажите, пожалуйста, о его работе. Вот насколько известно, его работа была перестроена. Что изменилось? Действительно, при департаменте существует совет по этике. Его главное направление – это вопросы превенции, коррупционных проявлений среди госслужащих и повышения этичности. Да, за последние два года формат работы был исправлен. То есть во главу угла мы поставили вопросы все-таки родственных мероприятий среди молодых госслужащих, повышение ответственности руководителей за принятие кадровых решений, вопросы профилактики коррупции, вопросы повышения качества оказания госслуг. Ну, конечно, когда возникает вопрос привлечения к ответственности госслужащих, совет по этике дает свою принципиальную оценку. И, к сожалению, когда были факты, когда мы видели на лицо грубейшее нарушение этих стран госслужащих, совет по этике принимал решение об увольнении таких чиновников. Скажите, каким должен быть порядок действий государственных служащих, получивших подарок в связи с выполнением своих профессиональных и должностных функций? Как я уже выше говорил, действия госслужащих четко регламентированы. Есть права и обязанности. Но касательно подарков, то принятие подарков – это нарушение закона. Не важно, какая его стоимость, какие его виды, здесь возникает два вида ответственности. Если, допустим, подарок не превышает 2 МРП, возникает административная ответственность. И госслужащий привлекается к штрафу в виде суммы порядка 1 750 000 тенге. Если подарок превышает 2 МРП, соответственно, это уже угол наказуемого деяния. Поэтому сегодня на заказательном уровне четко регламентирован процесс, как быть госслужащим с подарком. То есть он обязан в течение 7 дней данный подарок передать в специальный фонд. И сегодня госслужащий также вправе выкупить этот подарок по рыночной стоимости. Но если им это не будет сделано, соответственно, возникают правовые последствия. Вот хотелось бы узнать, каким образом поставлена работа департамента по соблюдению прав самих государственных служащих? Да, тоже считаю, очень актуальный вопрос, очень важный вопрос. И сегодня в условиях пандемии коронавируса, в условиях ограничения, конечно, этот вопрос заслуживает внимания. Вопросы соблюдения прав госслужащего – это тоже важный аспект работы департамента. Мы понимаем, что деловая обстановка в коллективе, наличие положительного морального климата в коллективе влияет на эффективность работы госаппарата. Но в то же время, когда госслужащий допускает какие-то переработки, когда постоянно у него идет нагрузка по рабочему времени, то все это вызывает порой и другие ситуации обратные. И, соответственно, такие госслужащие в конце концов уходят в систему госуправления. Поэтому здесь мы проводим большую работу радиоснительную. На базе филиала Академии проводим обучение молодых руководителей. То есть развиваем такие навыки, как управленческие навыки, лидерство, эмоциональный интеллект. Проводим обязательную работу с молодыми госсурвищами. Активизируем работу наставников. Ну и, конечно, сегодня есть технические возможности соблюдения прав госсурвищев. Когда я говорю о том, что сегодня каждый госсурвищ приходит на работу, уходит на работу четко по регистрации. И мы видим, допустим, где есть переработка. Вот вы уже сегодня говорили о принципе меритократии. Расскажите, как он реализуется на системе госслужбы в нашей области? Принцип меритократии – это основополагающий принцип нашего законодательства. Соблюдение этого принципа означает отбор наиболее достойных кадров и их дальнейшее продвижение в системе госуправления. Для этого сегодня созданы все необходимые условия, когда я говорю о конкурсной системе отбора, о карьерной модели продвижения. Если брать статистику, то, допустим, из общего количества лиц, которые были назначены в течение этого периода, порядка 88% получили продвижение внутри госоргана. То есть это те специалисты, которые проработали в госоргане, набрав опыта, в дальнейшем продвигались на высшивающие позиции. И, конечно, это не может не радовать, потому что налицо реализация их прав, реализация их знаний и их потенциала. Ежеквартально проводится мониторинг в госоргане, насколько соблюдаются эти требования. Но, в целом, допустим, ситуация по нашей области, она, я считаю, положительная, она благоприятная, потому что сегодня с примера, когда молодые специалисты, проработав в какое-либо время, поступательно занимали позиции высшестоящие, сегодня работают руководителем государственных органов. Хотелось бы задать вам последний вопрос. Время нашей эферы подходит к концу. Каким образом госслужащий пополняет свои знания, повышая свой профессионализм? Безусловно, также важным направлением в работе госслужащих является процесс обучения. И сегодня для этого, опять же, созданы все необходимые условия. На уровне областного можно пройти повышение инфекции в филе Академии Госуправления. Если есть желание и стаж, каждый госслужащий может поступить в Академию Госуправления на программу магистратуры, либо бакалавриат. Ну и, конечно, группа программы БОВАШАП. То есть для развития сегодня в ГУССУЩИ созданы все необходимые условия. Спасибо, Сергей Маратов, что пришли к нам в студию, но что наши телезрители услышали много полезной информации. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые телезрители, на этом наш эфир подошел к концу. До свидания и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»